включил всем привет это подкаст подслушано и мы с алексеем обсуждаем вопросы которые вы задаете в паблике давайте посмотрим что у нас тут есть обычно тут у нас какие-нибудь пристроить собаку кошку пристроить человека на работу или оштрафуйте пожалуйста кого-нибудь на дороге ну давайте посмотрим что у нас на этой неделе вышло почему вопрос три часа назад был почему мне плохо когда я выхожу в общество я устал от того что постоянно испытывают дискомфорт как от этого избавиться анонимно лёха что-то об этом думаешь вот человек плохо когда выходит в общество может чаще выходить в общество специально нарочито задавая людям всякие вопросы подходя просто к людям на улице и чё-нибудь их спрашивали не так-то просто вот и сам попробую он не навязать это я знаю что ты можешь у тебя есть много роликов где ты просто подходишь на прям по среди площади и спрашиваешь людей они хотели бы вы значит пообщаться со мной не все просто вот я когда пытался пытался устроиться на работу журналистом на телевидении корреспондентом мне было очень сложно мне тогда 20 лет было и типа дайте кому-то сказать здравствуйте не хотели пообщаться со мной я такой вот видите симпатичный парень хочу вас задать пару вопросов сложно тем более есть люди такие которые ну вот прям тяжело тяжело разговаривать так так просто а еще если дома посидишь пару дней так вообще забываешь такое общаться выходишь магазин там же господи что же кто чуть кто эти люди вообще у тебя было такое когда-нибудь что ты заходишь магазин после нескольких дней проситки дома и вообще забыл как будто бы что такое разговаривать просто молча кладешь деньги на кассу говоришь какой товар берешь все выходишь с магазина домой скорее и все даже не просто говорили да какой товар просто кладешь на кассу они уже все знают что тебе нужно и просто приносит и отдают ну да как обычно к людям будешь как обычно как обычно меня пожалуйста в местном баре не все так просто видишь есть люди которые ну замка закрыты замкнуты и тяжело выходить но я вот такой например сейчас мы как-то проще стало чем раньше с возрастом как-то рискуешь просто идешь в магазин и берешь все-таки быка за рога раньше так вообще было сложно ты как что с этим делать да ты говоришь просто выходим магазин или выходи на улицу приставай к людям ага ну хороший способ что еще можно сделать а чё еще было там вопросе у человека то это его смущает или он хочет с этим побороться и не вот смотри вопрос почему мне плохо когда я выхожу в общество я устал от того что постоянно испытываю дискомфорт как от этого избавиться ну то есть ему дискомфортно когда он находится среди людей ну слушай ну есть такой тип людей до которые просто тяжело в общем мне например сложно когда какой-то долгий праздник музыка играет народу много и я такой чё тебя спал короче я тебе скажу есть решение берешь рюкзак палатку идешь в горы в одиночный поход куда-нибудь в ближайшее замеждуречье под небесные зубья с костерком там жаришь свои запасы какие есть и все так на неделю потом возвращаешься здравствуйте люди как я по вам соскучился и все и короче следующий вопрос мне кажется если так с костерком пойдешь с палаткой надолго то ты еще больше забыть что такие люди вообще и чем они занимаются как с ним разговаривать на самом деле это боязнь человека общество боязнь такая когда ты приходишь и думаешь вообще где нахожусь зачем я здесь но это нормально есть люди которые просто не выходят из дома и работают ничего с этим не делают просто мириться с этим а если хочешь что-то поменять но смысле тебе не хотелось чтобы тебе было дискомфортно в обществе то нужно потихонечку выходить и пытаться общаться с людьми фокусироваться на людях они на себе стараться как-то подойти к людям поговорить обсудить что беспокоит а не то что не постоянно копаться в голове что конкретно тебя самого беспокоит париться кто на тебя как с посмотрит кто на тебя как обратить внимание там и и все остальное допускай смотрят как хотят пофигу вообще ты можешь хоть в одних трусах бегать страшном сне такое видел в трусах по городу бегу но тем не менее всем пофигу есть честно если начнешь фокусироваться не на трянки своей на людях то будет мне кажется проще типа того задавать вопросы какие-то вот ты про мне сказал задавать вопросы можно в бар сходить например или в кафешку да и с кем-то познакомиться допустим или договориться с кем-то в соцсетях встретиться пообщаться в тендере тендер нет нет уже но если и варианты типа да и чека реклама давай следующего врачу нас да конечно я уже жду когда когда дальше пойдем так сдам квартиру посоветуйте хорошего автоинструктора на механику категория b вот интересная тема вообще инструктор серьезно вот ты же когда учился на права у тебя был один инструктор ты у одного инструктора учился ли у тебя было куча нет один мой инструктор расскажу вам историю про то как я учился на права был такой дядька он был не русский но не в этом суть короче права у него забрали у самого за пьянку за рулем его поймали и все у меня был другой инструктор с ним успешно доучились и все было отлично и все супер короткая история на этот счет а у меня очень длинная история потому что мне bc и первая категория на которую сдал tc собственно это было перед армией и у меня было не знаю даже не помню сколько инструкторов первый инструктор сломал пятку после первой нашей поездки видимо меня не выдержал я не знаю что у него случилось но внезапно сломал пятку у меня появился другой инструктор и другая машина и в итоге я не знаю но у меня инструкторов 10 было чтобы я на две категории сдал и на самом деле не так то просто найти хорошего реальные инструкторы согласись ну то есть но у тебя два инструктора было а вот я насмотрелся на инструкторов и они настолько все разные типа найти инструктора подходящего порой не так то просто есть инструкторы которые вообще пофигуете ты сидишь ним и и мощи до балды мы нужно вот время отвести а есть инструктора который очень прям досконально трепетно подходит к обучению нужно научить вот у меня был такой инструктор краснодаре он адыгеец по национальности такой невысокого роста но такой красавчик он меня научил всему и я сдал в итоге сам ничего никому не отдавал никаких денег не платил и все было замечательно но я очень долго сдавал поэтому для меня это горячая тема на самом деле вот я сдавал в целом сколько у меня перед сдач было за вот эти две категории но 8 типа того если не больше в разных городах тому же поэтому для меня дает такая тема с 9 пересдал получается с восьмого ли с девятого раза но это на две категории то есть на первую категорию с третьего раздал еще раз 5 я наверно или больше даже сдавал нам на б ну вот я сдал со второго раза вот если вы это смотрите смотрите я как албанец какой-то если это лить на youtube то поставьте сколько с какого раза вы сдали на права так давай чё там чё там очень чё там где и до которые не могут сдать из десятого посоветовать хорошего инструктора не знаю в осенниках вот не знаю какой хороший потому что я очень давно не был в этой школе ничего не могу сказать но думаю люди посоветуют хотелось бы узнать если 8 бесплатный дерматолог интересно тем не знаю у меня с кожей есть конечно проблемы хотелось об этом короче если у вас проблемы с кожей то рекомендую езжать на юга на солнечные всякие страны куда-нибудь чтобы вот эти вот у меня тоже с кожей проблемы кожи трескается от морозов короче ехать и куда-нибудь отдыхать в теплые края вот анонимно ищу работу с графиком 5.2 вообще реально найти на господи по-моему большинство работы с графиком 5.2 но вообще такая тема насчет графиков вот у нас с алексеем более-менее свободный график вот у меня 25 график но если учитывать мою основную деятельность это обучение там мне два дня заняты остальные 5 я работаю свободно так как как я сам захочу сам себе тут да действительно как есть работа так она есть и хоть неделю но обычно это один день неделю и и монтируем как бы то что ты делаешь у себя там за монтажами даже не считается в рабочее время на самом деле 24 на 7 не кажется это можно делать у меня вот такой вопрос из этого легкий тебе тоже появился вот сейчас столько вариантов с разными общей графиками работы и столько разных людей ищут вообще абсолютно разные варианты работы там кто-то 5.2 ищет кто-то 2.2 кто-то хочет свободный график на насколько мир поменялся за последние годы что столько всяких вариантов можно вообще свободно дома работать например монтировать видео или заниматься фрилансом но он лифанси например опять же обалдительно по моему офигенно работа да слушай для этого нужно быть очень красивым мне кажется мы не очень собой подходим для этой работы хотя не знаю у тебя хорошие лысина опять же вот я набрил как думал просто блестит классно мне кажется этим нужно пользоваться почему бы и нет так что там у нас дальше но есть такие острые темы которые пока не будем через аниме тара тата так что там есть еще про автомобильную диагностику и автомобиль на сегодня хоть а чё-нибудь там есть такое прям забористое что-нибудь забористое есть такое прям я бы не хотел это ну типа вот как раз та тема прогресс экспресс ответ короче сколько вопросов мы сможем осветить за не знаю за наш разговор да ну смотря сколько прогресс гресс пыльная грязная надо что-то с этим делать 60 лет стоит не ремонтируются вообще беда типа люди жалуются все дымище валит зала на всех окнах лежит у всех люди зубами скрипят потому что у них во рту уже это накопился невозможно это терпеть вообще уже просто да нужно что-то с этим делать в конце концов вот все так ставьте лайк если вы также считаете колтанцы я думаю поддержит жители поселка постоянные и ближайшие человеки внимание так внимание в автомобиль марки toyota тара тата очень рискует остаться без поворотников боковых зеркал а в дальнейшем и прав увидев данный автомобиль на дороге по возможности эти как можно дальше от него желаю всем остальным хорошей дороги и поменьше встречать таких водителей короче тема о том что много ребят не смотрят в зеркала когда едут ты вот когда едешь за рулем всегда смотришь по зеркалам или так у меня такое короче зеркало и зачатую я в него очень часто смотрю у него двух детей сзади видно короче он не делают вот кстати тоже водители кто возит детей много отвлекают и берут на себя внимание надо какой-то не знаю глушилку ставить чтобы они или о отличный вариант я думаю перегородка как вот отражатель это стоит он сейчас за спиной и чтобы дети между собой вообще вот не вот это не шумели тогда можно уже будет смотреть на любые зеркала и вообще быть уверенным ловким четким водителем и ехать ровно да вот беда зеркалами на старых машинах типа жигули вот у них маленький зеркала маленький обзор что ничего не видно жесть мало того что ладно летом то еще как-то более-менее а я когда начинается зима это вообще беда потому что они маленькие еще замерзнут обледеняют и вообще ничего не видно а в центральное зеркало не видно потому что заднее стекло снегом замело и там подогрева нет никакого вообще ничего не видишь ну а те у кого хорошие зеркала и в них не смотрят я вообще не знаю это какая-то беда но типа ты ездишь на иномарке на хорошем машине у тебя хорошие большие зеркала конечно надо обязательно смотреть но мало ли всякое бывает вот вы водители да с опытом вы же знаете как бывает бывает вроде все смотришь вроде наблюдаешь а все равно вытворяешь что-нибудь исполняешь люди вокруг матеряться потому что мы просто не посмотрел или устал или чего что-то случилось до меня много раз так было но я стараюсь как бы конечно меньше ошибки допускать серьезно смотреть зеркала зеркала это важно конечно чё там чё там дальше тема раскрыта наверное или не раскрыта не знаю да но это такая бомбящая тема автомобилиста постоянная судя по всему на послушано судя по всему да то плохой водитель какой-нибудь то еще что-нибудь то дороги плохие яма какая-нибудь ты чё у нас там дальше короче тема знакомства в автобусе сказать хочу найти парней не знаю стоит ли нам это обсуждать ну вот ладно так скажем часто ли вы знакомитесь в автобусе алексей а ну ты давно уже не ездил в автобусе я так понимаю вообще где знакомиться лучше в автобусе или на улице или еще где-нибудь какие места лучше для знакомства короче знакомства в автобусе есть те какие-то истории знакомства едешь такой толпа народу утром в техникум на улице холодно окна замерзли такой едешь и сбоку чувствуешь приятный женский аромат и такой стоишь типа вот так держишься короче за перила за вот эти едешь и такой жмешься жмешься такой к ней такое потом когда время выходить вы вместе выходите ты такой у тебя всю дорогу не было возможности посмотреть на эту чудесную девушку вы уходите и это либо какая-нибудь бабуля либо какой-нибудь вообще я не знаю человек не того пола просто это мужик рядом стоял да и приятно пахнет такой ну ошибочка вышла да немножко ошибся ошибся так ну вот у меня поскольку я много езжу на автобусах у меня бывают такие истории типа я сижу там же обычно два места рядом но я такой здравствуйте давайте поговорим особенно если далеко ехать мне очень хочется поговорить с кем-нибудь прям я начинаю там даже если это какой-нибудь дед на это что такое бывает но есть какая девушка симпатичная то это вообще мастхэв то что нужно обязательно а вот насчет того что ты рассказывал я в краснодаре часто ездил на автобусах и там обычно если пробки так лучше до фокусе попадаю пробки много народу в автобусе набивается это стоишь тебя окружают красивые девушки они просто нет не то что плотно прижимается супер плотно так что можно случайно стать отцом отцом для себя самого и да я первое время не мог к этому привыкнуть это было прикольно типа стоишь такой как в массажный салон сходил до типа того ну сейчас девчонки кто смотрит это скажет вот это извращенцы конечно тут конкретные ну вот так как есть что поделать я думаю вы все с этим сталкивались но кузнецкий кстати такого нету особо настолько плотных заходов автобус я еще не видел на кузнецкий а вот в краснодаре есть так потом маленькие автобусы типа знаешь там не знаю как вот как газельки небольшие и туда чуть-чуть уже больше людей они уже знаешь просто какой-то ордия получается такой краснодарский вайб да получается такая ордия конкретно это уже вроде не знаешь вроде не очень приятно это еще пропистоишь нужно от чего-то получать удовольствие приходится мириться со всем этим делом так следующий вопрос здравствуйте помогите не знаю как мужа отговорить курить начал год назад а полгода назад стал курить по две пачки в день на работе домой приходит и не курит выходные не курит что делать останавливаться не хочет анонимно шо делать если человек в семье начал курить ну-ка лёх может у тебя есть рекомендации да вообще как бы вот но не сталкивался а ты же не куришь вообще не кури мне надо но дело в том что я немножко курил и курю иногда и так скромно об этом говорю конечно фу курильщики это вообще отвратительно сейчас столько вариантов и вейп можно курить и вот то и это и сигареты и папиросы а вообще курить это плохо как бы не рекомендуем и вообще фу-фу-фу нельзя до курить это отвратительно и самое отвратительное в курении то что это слишком долго сейчас стало типа ты ну каждый день нужно по 150 рублей выкладывать на пачку сигарет можно на 150 рублей что-нибудь купить что-нибудь вкусненькое домой лучше что-нибудь вкусненькое пачку пельмени в конце концов но вот сытное что-нибудь съедобное 170 где-то так лучше 200 меня вот жаба душит вот самое больное в плане курения это душение жабой потому что долго дорого каждый день нужно тратить ну если не по одной пачке выкуриваешь а если по 2 то это 300 рублей а то и дороже есть смотря какие сигареты типа если бы ты не курил мог бы накопить на ламборджини да и ну и где моя ламборджини вот во дворе стоит ламборджини вот тут как-то так почему не копится но вот эти у не курящих людей деньги не откладываются на какую-то дорогую тачку так что в принципе не знаю да ты за всех то не говори я думаю что кого-то откладывается и у меня например я последние несколько месяцев курю только когда кто-то со мной гуляет у кого сигареты есть вот тогда у него очень хочется курить потому что это халява если вы откладываете короче вот лайки ставьте кто откладывает кто откладывает деньги которые на сигареты мог потратить да и просто кто откладывает тоже ставьте ну не важно что да это кстати не всем давно откладывать долго и не страчивая их эти деньги то есть откладывайте не тратя много на это времени то есть вы зашли короче отложили и вышли отложили это как в туалет сходишь зашло поливаешь срочная ищут хозяев для щенка то есть как мы можем это сделать покажи давай да тут знаешь сколько этих ну ладно ищут хозяев для собаки но это старая изъезженная тема на послушано конечно постоянно постоянно есть в этом необходимость конечно не фокусе надо фокус пуллер да ладно пускай ничего страшного давай дальше собак ищут хозяев для собак столько безумных собачек печаль извините можно с ним комнату а длинный пост лёха убежал у нас временно недоступен сейчас я не знаю сейчас не прочитаю помогите рассудить есть друг на регулярной основе перехватываю у него деньги за зарплаты всегда возвращала было все нормально с год назад заняла у него на покупку квартиры и не смогла вернуть в оговоренный срок поэтому возвращаю частями как получится и лучшего друга как подменили не хочет общаться не звонит а если звоню и разговаривает как бы без желания думаю что обиделся но разве так делается если честно хочется поскорее вернуть все и забыть эту историю как страшный сон думала что друзья а ну вот как деньги важнее человека получается так вот в чем вопрос дорогие послушанцы как поговорить с человеком и постараться сохранить дружбу и вообще если выход из такой ситуации тема вот занимать деньги знаешь как говорят это плохо вообще хочешь потерять друга займи ему денег вот так говорят да как то тогда ну так и есть типа и насчет занимания денег есть тоже такое говорят если ты занимаешь деньги то будь готов с ними расстаться то есть занимай столько столько денег с которыми ты готов расстаться и и не переживать тип подарил да то есть ты дал и они забыли и забыл вот если не готов если ну зачем давать друг много денег займы зачем ему вообще много денег также как знаешь поручители уходят вот друзья просят постой моим поручителем и в итоге человек попадает на бабки потом и все считаю и записываю его в мошенники вообще это беда не знаю вот лично я как-то стараюсь обходить такие варианты занимания денег и сам не даю и не беру какая как робин гуд богатым богатых беру бедным даю но я вообще не это не даю мы не даем денег нет поэтому просто давать нечего вот в чем дело был почитать может быть дали вот ну а как в чем вопрос как поговорить с человеком постараться сохранить дружбу слушаем папки отдай просто верни бабки ниггер и все будет хорошо деньги вернешь можешь дружба вернется а пока деньги не вернул ну как-то неприятно конечно я думаю что нужно разобраться с ловышечкой отдашь деньги все будет нормально сколько там денег вопрос да ну и ладно это если это 10 тысяч рублей 20 тысяч рублей а если там 100 миллионами наверно кто-то куда-то миллион на квартиру может дать да слушай но это такое продажа дружбы за деньги торговля торговли дружбой можно вообще вот я сейчас подумал на тему дружбы и денег и вообще как как начинается дружба вот я когда начинаю общаться с кем-то я стараюсь там какой-то шаг я вижу что человек мне интересен я начинаю там чем-нибудь подкормить его что-то полезное приятное сделать да мне кажется с этого и начинается дружба у людей до с того что люди идут на встречу что-то друг другу дают помогают создают какую-то пользу лег кто подкрался со светом дополнительно у нас на улице потихоньку темнеет поэтому немножко добавим освещений в это красивое пространство вот и начинаешь как-то потихоньку вкладываться если видишь что человек идет навстречу и тоже дает какую-то свою ценность вот так начинается дружба по моему так и я не прав как то так ну то есть потихоньку друг друга начинаешь как-то это сам отдаешь смотришь да дает ли человек но когда это не знаю миллион на квартиру мне кажется это слишком ходьба по полезу как бы сказать это может чего угодно разрушение только должен мне кажется деньги такое дело так чё там какой-то следующий на посмотрим да я почитаю давай так мне кажется такой блин ваня какую-то ерунду ваще бронем короче у нас ничего такого супер чудо давай посмотрим здравствуйте пишет пользователи из подслушно анонимно любите ли вы свою работу вот прямо так сходу задает он вопрос чтобы легко вставать утром с удовольствием давай вот так даже прям вот тогда скажу я вставать на работу утром с удовольствием собираться не считать часы до конца рабочего дня не ждать с нетерпением долгожданных выходных есть ли такие для которых работа в кайф они в тягость вот как так интересный вопрос да конечно много таких людей сейчас и сейчас все больше таких возможностей как мне кажется открывается у людей для того чтобы работать не в тягость и конечно первое это работы онлайн какие-то профессии конечно есть творческие профессии есть такое выражение самая хорошая работа это высокооплачиваемое хобби то есть я тут конечно порекомендовал бы найти дело по душе чтобы заниматься им в радость и получать удовольствие действительно от того труда которым занимаешься обычно это люди что-то руками делают либо чего еще делают да ну побывать бухгалтера на на удаленке который ну просто сидит дома и введет бухгалтерию причем десяткам людей одновременно в разных уголках мира или страны в зависимости от квалификации желания сейчас много да если ты не обязательно онлайн да это вот как лёша говорит можно съемками заняться можно творчеством каким-то заниматься ну конечно это не всегда приносит столько денег как хотелось бы да и не всегда это так стабильно но в конце концов вот да нужно выбирать то что тебе нравится посмотреть и варианты какие-то определиться что тебе самому интересно это может быть спортивная какая-то тема да или может быть или от обратного наоборот то чем вы занимаетесь попытаться найти в этом какое-то удовольствие и какую-то такую тоненькую специфику чтобы научиться это делать лучше всех и быть лучшим в своем деле так думаю а вот большинство людей конечно работают на обычных скажем так в кавычках обычных работах 52 и как-то вот проживает эту жизнь не задумываясь особо но кому-то это доставляет как бы удовольствие радость не знаю работа постоянная деньги платят все хорошо что еще нужно вот работаешь работаешь а есть люди у которых вот это вот в голове сидит этот жук который подтачивает мне не нравится эта работа я не могу на ней работать мне надоело и надоели эти люди мне надоело эта работа я хочу что-то поменять но в итоге ничего не меняется нужно потихонечку двигаться и пытаться понять да вообще что нравится какие движения ты может быть что угодно это может быть не раскрытый талант какого-нибудь ведущего человека тамады может быть талант творческий что угодно короче занимайтесь тем что вам нравится даже если вам за это не платят а когда вы добьетесь в этом больших успехов люди будут нести вам деньги просто мешками чтобы вы сделали для них то в чем вы добились совершенства вот так вот и следующий пост подскажите пожалуйста в марте в шерегеше еще будет лежать снег интересуется подписчик хотим съездить покататься ближайший вариант только в человек отвечает да будет ездили в конце марта на горе вообще огонь огонь и три огонька короче на горе вот как ты считаешь в марте есть смысл ехать шереж да конечно там еще снег лежит в горах еще лежит снег снег лежит в горах в марте покататься можно но единственное что там уже в марте это еще нормально я думаю уже в апреле там потихонечку начинает потаивать но я если честно не знаю шерегеше очень давно не был я думаю все будет хорошо езжайте да шерегеше замечательная погода сейчас и у нас здесь плюс между прочим эта зима выдалась очень теплой сибири не знаю сибири в осенниках в новокузнецке точно кемеровской области важная информация утерянные документы на имя флинг андрея владимировича просьба вернуть за вознаграждение телефон прилагается если это делать серьезно можно снизу номер телефона тут подписать куда звонить вот что там еще интересно все понятно что не теряйте ваши документы да так давай держи читает что-нибудь так сдача квартиры опять собаки кошки потерянные всем привет сколько вы тратите на суши в месяц суши я вот сколько насушил но у ханки 2 хлеба насушил в духовке но грубо говоря ну 30 рублей короче каламбуржа дня так давай еще один вопрос и сегодняшний выпуск завершаем не давай еще про суши маленько слушай по форсу я не знаю я просто как сказать как-то вот дорого получается суши постоянно есть сколько раз в месяц но сейчас почитаю тут что пишет нисколько до 1000 рублей заказ сама кручу получается намного вкуснее чем доставки крутите сами конечно дешевле будет также как пельмени на саму можно посидеть полепить такое семейное дело между прочим объединяет вот раньше до его японцы вот лепили раньше вот в детстве у меня бабушка горела сыночек приходи полепим с тобой пельмешков но все мы все вместе там садитесь что-то лепили сколько сколько могли вареников пельменей лепите сами 0 рублей очень редко когда сильно короче но это же вопрос бюджета кому-то очень нравится и они постоянно заказывают себе суши еще что-нибудь чтобы в качестве закуски или просто перекусить до когда сильно хочется ну вот большинство людей пишут что 0 вообще кто-то две тысячи тратит это тысячу в месяц в принципе странные ребята это знаешь как просто вот компания семьи посидеть вечером посмотреть кино и съесть ничего не готовить а съесть просто суши вот я лично ноль трачу и очень давно уже не ел ничего такого не знаю муж я просто жадный может быть просто меня охота кто его знает а тут могла быть реклама суши обращайтесь в предложку там порекламируем ваши продукции сушевые все это зажимом давайте заканчивать уже полчаса у нас это было проба проба за каста подкаста послушано посмотрим что из этого выйдет подслушано посмотрено подсмотрено послушано увидено до скорой встречи увидимся если все зайдет будем дальше записывать я думаю что все будет отлично да отлично все остановить запись на